Помогают ли орехи при похудении? Добавить комментарий Ваш комментарий Популярные разделы цветы розы актуальной зимой Популярные статьи Поиск по сайту найти, можно Ли есть орехи при похудении? Продукт содержит большое количество витаминов и минералов, в нем много белка и других необходимых для организма компонентов. Человек быстро насыщается и чувствует себя сытым. Главное правило в употреблении орехов – не употреблять продукт в неограниченных количествах, поскольку это ведет к набору лишних килограммов. Самое главное – организовать правильное питание, при похудении не стоит есть орехи вечером. Какие орехи самые полезные для похудения? Не все орехи обладают одинаковой ценностью и пользой, калорийностью и эффективностью для похудения. Миндаль его рекомендуют все диетологи и люди, знакомые с темой правильного питания. Миндаль обладает низким гликемическим индексом – 10-15, снижает уровень сахара в крови, нормализует холестерин, предупреждает образование тромбов, повышает эластичность сосудов. Миндаль богат витамином Е и жирными кислотами. Вот почему его регулярное употребление улучшает внешний вид кожи. Грецкие орехи продукт содержит огромное количество аминокислот, которые улучшают состояние костей, волос и кожи. Грецкие орехи – источник клетчатки. Она незаменима для правильной работы желудка и кишечника. Попадая в желудочно-кишечный тракт, орехи вызывают чувство насыщения, и человек не переедает. Энергетическая ценность – 654 килокалории. Фундук – этот продукт содержит витамины А, Е, С, группы в калий, магний, фосфор, натрий, цинк, йод и железо. Калорийность фундука составляет 650 килокалорий, а гликемический индекс – 15. Продукт богат белками и клетчаткой, которые долго перевариваются и создают ощущение сытости, а витамин Е выступает в качестве окислителя жира. Арахис – незаменимый продукт для похудения. В нем содержится огромное количество витаминов и минералов. Арахис богат антиоксидантами – кальцием, магнием, калием, медью. Гликемический индекс равен 20. Если соблюдать дозировку, употребление пойдет только на пользу. Кроме того, регулярное употребление улучшает работу поджелудочной железы и желчного пузыря. Кешью не самый лучший вариант, если есть желание сбросить вес. Кешью имеют высокую калорийность – более 650 килокалорий. Переедание грозит набором лишних килограммов. Продукт богат витаминами группы В, А, микроэлементами, а также регулирует метаболизм, повышает иммунную защиту организма. Кедровые орешки мало кто знает о том, что с их помощью можно научиться контролировать свой аппетит. Этот продукт быстро насыщает, помогает справиться с ощущением голода. Энергетическая ценность составляет 620 килокалорий, так что увлекаться кедровыми зернами не стоит. Фисташки незаменимы при некоторых болезнях сердца и печени. Постоянное употребление в пищу ведет к увеличению количества энергии и потери лишнего веса. Человек ощущает себя бодрым, отдохнувшим. В сырых фисташках 560 килокалорий, ги 15 единиц. Когда и сколько нужно есть во время диеты. Диетологи рекомендуют использовать продукт в качестве перекуса между основными приемами пищи. Желательно потреблять орехи в первой половине дня. Оптимальное количество 20-30 грамм. Грецкие орехи, не более 10 штук в день. Фундук 7-9, кешью 15, миндаль 14-16. Правила перекуса при похудении. Вес будет уходить только в том случае, если не злоупотреблять указанными нормами. Есть рекомендуется исключительно натуральные орехи. Это значит, что продукт не должен содержать меда, сахара, соли, глазури или обсыпки. Отзывы ниже приведены отзывы людей, которые употребляли орехи во время диеты и остались довольны полученным результатом. Ирина, хотела быстрого эффекта, настраивалась на кардинальные меры. Разрешала себе съедать по 200 граммам арахиса. Пила много воды и зеленого чая. Дополняла рацион свежими фруктами. Удалось сбросить за три дня 3,5 килограмма. Елена, выбрала арахис и регулярно потребляла его на протяжении трех недель. Жесткой диеты не придерживалась. Просто использовала орешки в качестве перекуса, как замену печенью и булочкам. Результат – минус 2 килограмма. Оксана, ела миндаль с творогом, нередко заменяя им ужин или завтрак. Жестко себя ни в чем не ограничивала. Старалась питаться правильно на протяжении месяца. Похудела на полтора килограмма. Заключение. Орехи используют при диете для похудения. Важно выбрать нужный вид продукта, правильно организовывать питание, придерживаться меры. Опыт худеющих показывает, что диета не обязательно должна быть изнуряющей, она вполне может быть вкусной и полезной. Орехи употребляют отдельно и в сочетании с кисломолочными продуктами, соками или свежими фруктами. Watch this video on YouTube.